Трехдневный обучающий республиканский технический семинар по технике ката в стиле шитарю прошел в Аксайском клубе Западно-Казахстанского областного филиала Республиканской Федерации спортивного каратэ. Клуб спортивного каратэ, являющийся западно-казахстанским областным филиалом Республиканского общественного объединения Федерации спортивного каратэ, работает в Аксайе около года. В клубе занимаются порядка 20 спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет. Ребята тренируются по полтора часа в день три раза в неделю. Обучающий семинар подготовлен и организован специально для спортсменов Западно-Казахстанского областного филиала Федерации спортивного каратэ. По завершению семинара была проведена аттестация на цветные пояса по кью-тестам и дан-тестам. Для проведения экзамена специально из города Кукши-Тау, где находится Федерация спортивного каратэ Республики Казахстан, прибыл президент Федерации Руслан Дукинбаев. Мы заканчиваем этот семинар аттестацией на цветные пояса, а также у нас один спортсмен сегодня будет сдавать экзамен на черный пояс 1-й дан республиканского уровня. Здоровье и здоровый образ жизни всегда были актуальными вопросами и всегда был большой интерес со стороны каждого человека. Поэтому я думаю, что мы должны еще больше уделять внимание своему здоровью, а также вносить такой весомый вклад в развитие массовых видов спорта. Поэтому всех жителей города Ахсай и жителей Западно-Казахстанской области я призываю, приглашаю отдавать детей, приводить детей в залы не только каратэ, но и в спортивные залы, а также самим тренироваться каратэ, тренироваться другими видами спорта, потому что здоровье – это очень качественная жизнь, это хорошее состояние души и тела. Один из спортсменов клуба проходил экзамен на черный пояс 1-й дан республиканского уровня. Руководство филиала считает, что семинар прошел на должном уровне. Прививает детям дисциплину и трудолюбие тренер Ахсайского клуба, обладатель второго дана в стиле «Шитарю» Нурлан Искалеев. Занимаемся спортивным каратэ, дети участвуют на соревнованиях. Сейчас прошла первая аттестация нашего клуба, нашего филиала. Я так думаю, что результаты будут, надеюсь, будут хорошие. Всех приглашаем. Всех приглашаем. У кого есть желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, научиться дружить, любить и бороться, я думаю, что это к нам. Я считаю, что уровень у детей неплохой. Уровень у детей неплохой, детям нравится заниматься, дети прибегают, общаются. Я считаю, что это является одним из самых главных. То есть на данный момент дети перебивают любовь, скажем, к данному виду спорта. Они учатся дружить, учатся дисциплине, трудолюбию. Я думаю, что если у детей так и будет продолжаться, то результат будет. На аттестации присутствовала группа поддержки юных спортсменов – родители, которые, в свою очередь, волновались не меньше самих детей. Родители делятся, что их клуб и тренер – самые лучшие, и дети ходят на тренировки с удовольствием. Сегодня очень важный день в жизни наших детей – это аттестация на цветные пояса. Я мама Екатерина, мама Рейгас Данила, который ходит вообще на карате уже восьмой год. Сегодня мы должны защитить коричневый пояс уже, дай бог. Наш филиал существует вообще год, но до этого мы уже ходили на карате. Также с Нурланом Сенсеем на базе другого клуба. Поэтому наш тренер уже человек проверенный. Он настоящий учитель, наставник, который не только пропагандирует и прививает детям мастерство карате, но и прививает в детях очень много таких человеческих качеств и принципов, которые пригодятся им в жизни. Наш коллектив очень дружный, дети с удовольствием ходят на тренировки и даже заставлять не нужно. Федерация спортивного карате была основана в 2010 году в городе Таразе Жамбулской области. В 2013 году ее первый филиал появился в Акмолинской области. В декабре прошлого года открылся западно-казахстанский областной филиал в Аксая. На сегодняшний день федерация насчитывает более 10 филиалов по республике, а это более 2000 спортсменов и порядка 32 тренеров-преподавателей. К слову, тренеры и родители Аксайского клуба призывают всех приводить детей в спорт, чтобы вселять в них уверенность в своих силах. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия Корычаганак.